Ребята, приготовьтесь сейчас просто. Ребята, приготовьтесь сейчас просто. Ребята, приготовьтесь сейчас просто. Время Литвы, Латвии, Эстонии. За участие в боях в освобождении Клинцверга дедушка был надрожден и дарил за взятие Клинцверга. Ребята, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему я могу читать эту статью? И о ком она была, Света? Вашим дедушкам. Хорошо. Вера, о чем статья была моя написанная в 13 лет? Василиса. О том, как важная школа была в Великой Отечественной войне и то, что фашисты, внимание всех, в том числе детей. Совершенно верно. Я вам сейчас дам свою газету. Вы можете посмотреть, здесь подписано Анухин, Алену, 13 лет, в какой школе я училась. На каждую группу посмотрите, передавайте следующей группе. И также обратите внимание, на доске, скажите, пожалуйста, кто это изображен? Кто мне скажет? Матвей. Мой прадедушка Анухин Иван Александрович. Только не мой прадедушка, а мой дедушка Анухин Иван Александрович. Через шагерки вывешено его удостоверение, которое он получил после Великой Отечественной войны. Вы можете подойти на переменку и посмотреть. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему я вам прочитала эту статью? Василис, о чем мы будем говорить сегодня в этой занятии? О войне. Будем рассказывать про своих прадедушек и бабушек. Что с ними случилось? Хорошо, умничка, совершенно верно. Тема нашего сегодняшнего классного часа. Кто мне прочитает громко слово? Великая победа. Хорошо. Давайте мы с вами подумаем, какие мы задачи с вами поставим сегодня на мероприятие. Благодаря. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Берил. Надя. Мы знаем, что воевал, но нет. Хорошо. Лиза. Спасибо. Мы узнаем про Валитию. Хорошо. Мы с вами сегодня узнаем больше о героях Великой Отечественной войны. Научимся пить, писать письма ветеранам. Будем развивать чувство любви к родине. И также воспитывать уважение к старшим людям. Мы с вами сегодня познакомимся в первую очередь с эпистолярным жанром. Жанром письма. Что это за что, ребята? Кто там пришел к нам? Здравствуйте, дети. Я постальон. И я принес для вас письмо с фронта. Адресованное кому? Адресованное второму В-классу. Спасибо большое. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста. Что это за письмо такое необычное? Матвей. Это письмо. Сегодня Хочетственная война. Оно немножко, я вижу, подгорело. Подожди. Так, хорошо. Итак, у нас ученик подготовил стихотворение. Я прошу Матвей выйти и прочитать это стихотворение. А остальные ребята подумают, откуда же нам пришло это письмо. Эти письма эпохи войны, что хранятся в семейных архивах, на бумаге налет желтизны и протерты до длинных грибов. Эти письма эпохи войны необычного требуют чтения, тем их краткие строки сильны, а не их продолжение. Спасибо, Матвей. Садись на свое место. Итак, скажите мне, пожалуйста, откуда же это письмо нам пришло Василий Соксков? Семьи, конечно же. А как по-другому можно сказать дома? Совершенно верно. Кто хочет выйти и посмотреть, кому адресовано письмо, откуда оно? Лиза. Давайте мы с вами будем с письмом обращаться очень аккуратно, потому что она... Посмотрите, на какой бумаге. Какого цвета бумага? Желтого. Желтого. Правильно. Итак, давай, прочитай, Лиза. Казарный. Казарный. Зон 11. Зон 11. Это адрес? Какое? Какого места адрес? Наши слова, хорошо. Здорово в классе. От кого? Бойца Анатольфина Ивана Александровна. Теперь давай мы осторожно с тобой развернем это письмо и его прочитаем. Здравствуйте, дорогие ребята. А вам, ребята, я завещаю любить в небе, ненавидеть войну, чтить и помнить войну, которые отдали свою жизнь ради свободы всего русского народа, а значит и ради вас. До свидания, дети. С наилучшими пожеланиями, боец. Анатольфина Ивана Александровича. Хорошо. Спасибо, Лиза. Скажите, кто вам написал письмо? Где вам? Анатольфина Ивана Александровна. Еще раз делаю акцент. Кто это? Анатольфина Ивана Александровна. Он завещал, что не любить войну. Завещай любить мир. Любить и мир. Еще. Так, еще. Надя. Он, кажется, хотел, чтобы мы учились хорошо. Еще. Лиза. И все, которые отдали свою жизнь ради всего русского народа. Хорошо. Вера. Что они спасли Родину еще ради нас. Мы живем спокойно и мир. Молодец. Совершенно верно. Ребята, а как вы понимаете выражение до последнего вздоха? Ярослав, Владимир. До конца, я думаю, что до последнего вздоха. Правильно. Как вы думаете, сложно было воевать? Да. На другие. Я думаю, да. Совершенно верно. Итак, давайте с вами немножко поговорим про Великую Отечественную войну. Победа. Как она досталась? Можно я? Стоня, прочитай нам, пожалуйста. 22 июня 1941 года. В 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Хорошо. Лера, пожалуйста, дальше продолжи. Прошло почти 75 лет с того самого дня, когда на нашей родине напали немцы. Хорошо. Надя. А он из-за уже долгих 4 года. За 4 года защищала наша страна, свои земли. Хорошо. Света. Благодаря героизму, выдержке, мужеству русские солдаты победили. Ярослав Пилатов. В настоящее время день воспоминаний о Великой Победе 9 мая. Хорошо. Ребята, скажите мне, пожалуйста, когда началась Великая Отечественная война? Ярослав Пилатов. Часа утра. 1900. Суть перенесла. Суть перенесла. Кто-нибудь может исправить Ярослава Лова? В 1941 году. А правильно или нет, я бы сказал Ярослав Матвей. 22 июня 1941 года в 4 часа утром. Верно. Скажите, в какой день мы отмечаем победу? Василиса. 5 мая. Молодец. Совершенно верно. Скажите мне, пожалуйста, как мы можем отблагодарить героев, которые когда-то защитили нашу родину и позволили нам жить сейчас с нами в спокойствии и покое? Соня. А, я думаю, написать письму и отправить им пожелания, чтобы они были за мной. Хорошо. Еще кто как думает? Так, Лиза. Сидает в подбор. Молодец. Еще. Кова. Молодец. 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 Итак, мы с вами проводили исследования. Мы делали проекты, которые назывались «Мой прадедушка или прабабушка. Герой Великой Отечественной войны». Мы выбрали с вами лучшие проекты, и сейчас вы защитите их перед классом. Света, попрошу тебя выйти, взять свой проект и сказать вступительное слово. Света, попрошу тебя.